Вообще-то для меня сегодня дивно и интересно найти вещи со знаком минус. То есть минус из своего кармана, а плюс в карман покупателя. И ведь это-то правильно. Чем больше клиентов, тем больше прибыль. Я устал это говорить всем тем, кто, пытаясь горячиться, остается у разбитого корыта. А мы туда, где люди в ряд, в ряд за дешевым и доступным товаром. И где все это делается? Два павильона, 50 и 49, торговых рядов на автомобилистов. Оно ведь как получается? Кто-то может разориться и исчезнуть отсюда. А вот магазин «Стройуралопт» он не исчезает, он увеличивается. И сегодня сейчас два павильона, 50 и 49. Сегодня сейчас здесь в большем ассортименте есть все товары для вашего дома. А сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Было как-то время, когда в одном месте приходил и дивился на товар. В гордом одиночестве. Разговор был про тысячи мелочей. Я не понимаю как, но в двух небольших павильонах, 50 и 49, товара нужно в 100 крат больше. И, конечно, сейчас я в стройке. Ну а вообще, но блин пасхальный. А где столько денег-то взять, чтобы в раз в одном месте все затариться? И вот с такими-то делами сюда приезжаю не только я. Чем вас прельщает магазин «Стройуралопт», который располагается здесь? Ну, большой выбор всего. Как бы удобно. Можно все купить для стройки, для помелочевки, для дома, для хозяйства. А как насчет цен-то бывает? Ну, цены здесь как бы более-менее дешевые. Дешевле, чем где-то по городу. А вот теперь про слово «халява». Помните, есть такая штука «халява». Так вот она здесь, в «Стройуралопт» делается. Здесь в павильоне 50 и 49. Он вместе собран. Вот что такое халява? Вот это все по абсолютно халявной цене дешевле не найти. А еще этот магазин уделяет огромное внимание нашему замечательному комбинату. Представляете? ММК «Метис». Так вот, чтобы вы никуда не ездили, здесь по сверхдешевой цене 280 рублей. Комплект электродов. Вы знаете, это очень тяжелая штучка. То есть мне бы вот этого дела хватило бы, ну, наверное, на целый год существования в собственном коттедже. Ну, что же делать-то? Сын пока один. Да и с головкой надо есть поправить. Нету 400 тысяч рублей. А так бы хотелось в один раз поднять первый этаж. Вообще-то, по сути, мы вам далее покажем, как это делается. И мы здесь купим все. При этом с минимальной ценой. И это будет действительно клево. Причем, походу-то, есть все. Хочешь, дрова сделают? Хочешь, не из дров? Ну, сделает опять же. Хочешь, все, что из дров сверху? Ну, пожалуйста. А еще в оконцовке все, что украшает. И дает понятие того, что дом-то готов. И это тоже. Это, к слову, о том, как перечислить все, что здесь есть. Зайдите сами и посмотрите. А инструмент выбирают сегодня, по-моему, подешевле, да? Да, подешевле. Попрочнее, подешевле. А здесь как цены, вам нравятся? Да вот присматриваюсь пока. По сравнению с чем-то мы, в центральном рынке, здесь, конечно, дешевле. 100% дешевле. Ну, да, дешевле. Ну, не на 100%. Ну, есть. Ну, дешевле, да. И еще снова про самые низкие цены. Знаете такое? Так вот, строй Урал Опти. Есть такая пленочка для пароизоляции зданий. 370 рублей. Цельный рулон. Если честно, в других местах я видел ценники немножко другие. А здесь 370 рублей. То есть, есть смысл сюда-то приехать. Скажите, пожалуйста, что вы здесь сегодня нашли? Вот, цепочку решил купить металлическую. А вот вам нравятся здесь цены? Да. Цены такие нормальные. То есть, есть смысл сюда приехать, да, по-моему? Да, да. Ну, я частенько бываю здесь. То есть, вы постоянный клиент? Ну, по возможности так получается. Теперь пока и в завершении этого материала. Ну, выбирайте. Я вам не буду перечислять, поймете сами. Вы люди далеко не глупые, а кое-кто умнее-то и меня. Да нету идиотского перечня. А он вообще-то кому-то нужен? Все четко. Весь инструмент в количестве, ну, максимум 5. Но зато. Нет оборудования для продажи десятков. А кому это надо? Да никому. Главное-то не по многу. Но каждый, кто захочет сделать для себя комфорт, в любых условиях и в любой местности, может это сделать здесь. Хотелось бы побольше вам раскрутить, но не получается. Это рамки программы. А захочется? Да еще. Вообще, конечно, перечислять все, что здесь есть, это не совсем для меня. Потому что, вы понимаете, у меня рамки сюжета такие. Если небольшое количество денег, а я работаю за небольшое количество денег, то сюжет 10 тысяч, допустим, стоит. Мы даем немножко рекламы. Поэтому нельзя говорить о том, что я располосую здесь и буду говорить цена, ля-ля-ля-ля, про тополя. Сами придете, сами подумайте. Другой вопрос. С кем обращаться дальше, если мы, допустим, решили построить домик для гостей? К примеру, в саду. Так вот, думаю, что придется обращаться сюда. Потому что здесь есть те вещи, которые в других местах вы и не найдете.